сильного круговорота жизни, ну как бы съемки за съемками, все равно ты там туда-туда-туда-туда, и иногда даже забываем там какое-то приятное слово там сказать, какой-то сюрпризик сделать, просто набегу всем. Я вас пойму, Ксюшенька, точка, болеть буду. Мне кажется, за... Вы имеете в виду болеть на человеке воля? Не стоит. Я не вижу смысла борьбы, потому что... А ну сейчас, в принципе, будут голосовать не участники, а... Здравствуйте, здравствуйте. О, Настенька появилась. Анастасия. Есть у меня такой маленький поклонник. Где Сашка? Да бегает там, что-то делами занимается. Пока я красоту наложу. Вот. Скажите, вы тоже так же моете голову и укладываете? То есть я хожу с укладкой целую, ну там, до следующего мытья? Или я одна? Полю волосы все время. Вообще. Как вы ухаживаете за собой, девочки? Расскажите, может я... Ну, конечно, из-за того, что я в любом случае публичная сейчас личность, это обязывает. Например, в Сочи бесполезно делать укладку. Ну и все равно, даже никогда я была не публичной личностью, я все равно укладывала после мытья и ходила так. Надо забыть про волосы, почему я наращиваю, потому что я их перекрашиваю, а у каждой расплойкой вот так мучаю, и у меня сильно отрастать у них не получается. Где Задойнов? Бегает где-то по поляне. Зайчик мой. Прыг-скок. Раньше укладывала почти так же, пока не стала. Коротко носить прическу. Так, короткая прическа, да. Вы знаете, я... Кому-то идут очень круто короткие стрижки, но я все-таки думаю, что женственность, это когда волосики, когда красивая укладочка. Так, чтобы не полить, можно косички на ночь. Это, знаете, были раньше такие бигуди-тряпочки. Мама моя когда-то мне по детству делала. Ну, такой, знаете, бумажечка и тряпочка. Я, конечно, как Алка в молодости просыпаюсь после таких укладок. Так, ну, у меня... Так, я выправляю с вами, у меня очень хорошо. Вот волосика не нужна. Смотрите, ну, вы выпрямляйте, а я люблю чуть-чуть придавать объем. Да, кстати, может, сэшики заберут в Россию. Собачница. Я тоже собачница. И, знаете, собачники друг друга все видят и чувствуют. Вот, на самом деле, животных люблю очень сильно. Даже больше, чем людей. Мне кажется, они не способны на то, что люди способны. Ужасно. Привет, это Екатеринбург. Нет, Сашка мотается где-то, я уже говорила. Вот, вот такая вот красивая волна. Сейчас они чуть подпустятся. Так будет красиво-красиво смотреться. Все, и ты ходишь королевишно хотя бы пару-тройку дней. Наута, привет. В Сочи из-за влажности не держится прическа. Да, в Сочи даже не хочется краситься. В Сочи не хочется полить волосы. Встряхнула и побежала. Про нас показывает виска какой-то собачник. Нет, неправда. Просто они не понимают. Они не понимают, как можно настолько любить животных. Знаете, я в какой-то период от одиночества поняла, что я не одинока только благодаря собаке. Ну, бывают такие моменты, когда мы отходим от всего окружения, хочется побыть наедине с собой, разобраться в себе. Я один из тех людей, которые в этом нуждаются. Личность на рост такой идет в этот момент. Вот. И собака очень... Так же я и с собакой переехала в Сочи. А, Элина опять дала интервью, что Саша не платит алименты. Ну, что хотела, то и получила. Будет теперь она... Она хотела, чтобы ей платили алименты, и еще иди, и это самое, и ребенка не давать. Так не бывает. У нас судебное сейчас разбирательство. Сашка разберется. Надеюсь, все будет в нашу пользу. Привет, Минск. Вам так и так было просто сквозь. Спасибо большое. Не, я хвостик люблю. Хвостик это такая домашняя прическа. Кстати, хвостик дает дело от объема у корней. Но ответь, пожалуйста, про Бузова. Так, я не увидела. Привет из Крыма. Привет, Крым. Алина, наверное, нет. Начала ваше... Алина, это как Тимич? И в твою... Так, и в твою в частности. Да мне все равно, что она там активничает. Мне вообще на этого человека плевать. Я ее не понимаю, не разделяю ее позицию. И дружить я с ней не собираюсь. Меня с ней абсолютно ничего не связывает. Это их с Сашей связывает. Сашенька. Так, я сама воспитали. Я всегда говорю, мы живем в Бутске. Ксюша, вы понимаете, ваши дела по нему беременности. Термозащитой пользуюсь. У нас, правда, заклеивают. Пользуюсь термозащитой. Бузовой беременности. Да нет, конечно, господи. Нет. Это вы, наверное, в интернете там что-то начитались. Не, ну, я, по крайней мере, не видела. Не знаю я. Может быть, она, конечно, скрывает. Слушайте, мы, когда она приходит к нам, мы общаемся исключительно на темы лобного и так далее. Я думаю, что нет, не беременна. Она человек-арьеристка. Мне кажется, ей это сейчас не нужно. Вы занимались бизнесом успешно. А были ли у вас когда-то, вы теряли, были банкротом? Если были, то как бы опять стали на ноги. Да, был у меня период. Сейчас могу рассказать. Может быть, помните, когда сильно вырос доллар? Это сколько? Четыре года назад, наверное, был. Дефолт такой был сильный. Вот. И у меня были вложены все деньги в разные квартиры. Три комплекса зависли. И все мои деньги были вложены, и то мертвым грузом. И у меня была депрессия. Прям посидела вся. Очень сильно переживала. Но постепенно там сначала один комплекс, там одна квартира продалась. Потом с горем попала вторая. Ну и еще зависли там около пяти миллионов. Они висят так и висят. Ну и хотя бы чуть-чуть вернула. А так было, да. Но я что? Я научилась экономить. Сэкономила, значит, заработала. Потому что была жуткая транжира. На шмотки, на прогулки и так далее. Вот. И что я могу сказать? Выкарабкалась только терпением. Это меня научило любить деньги, уважать деньги. Думать, куда я их тычу. Вот. И показало, что я могу жить на маленькую сумму денег в месяц. Я сдала квартиру, приехала к маме. Этот период как раз был пять лет назад. Я... Мне пришлось смотреть Дом 2. Потому что мама у меня смотрела. И в тот период как раз они пять лет или шесть лет назад. Короче, ладно, неважно. Ну, увидела тогда с Элиной отношения у Саши. Так, ладно. Ксюша, почему Оля ударила Настя Паршина? Я не видела этого. Если что-то пропустила. Видела, я бы, он хочет стать депутатом. Ой, блядь. В дурке. Так, привет, Туапсе. Огромное спасибо большое. Мы как будем ехать на машине через Туапсе обязательно. Мне нравится Туапсе. Я даже задумываюсь в том, чтобы перевезти туда маму. Вот. Как раз без серпантина доезжают из Украины у меня родственники. И из Москвы отовсюду. Туапсе хорошее место. Вот. Подскажите в Туапсе, дорогие ли квартиры на студии? Студию, однокомнатную. Это очень интересно. Так. Привет, с Екатеринбургом. На льду сейчас какая беременность? Конечно, я тоже такое мнение. Да вы начнете в России доллары покупать? Я не покупаю доллары. Я живу за деревянные деньги. Я получаю деревянные. За деревянные живу. Ну и как бы я стараюсь деньги всегда вкладывать. У меня деньги не лежат мертвым грузом никогда. Они всегда работают. Конечно, если они есть. Если у нас, там, мы говорим по 30-50 тысяч, то мы на это живем. Вот. А если говорить про там 100-200, то, конечно, я 300, не про 100-200, а 300-200, стараешься откладывать. Ксюша? Да. Саша? Саша? Да. Ребятушки, у вас выездки на театр Октябрь, вы помните, да? Да, во сколько? Сейчас скажу. Сейчас, подождите. В 18.00 вы стартуете. Все, отлично. А мы раньше чуть-чуть уедем. А? Мы чуть-чуть раньше уедем. Окей. Угу. Так. Как муж Саша за... Расскажи, как муж Саша, за что раздражается на жену? Когда ему что-то запрещаешь? Он не любит очень. Да нет, у нас... У всех есть разные моменты в отношениях. Но, в общем, мы любим друг друга очень сильно. Поэтому всегда услышим. Мы можем и повздорить, и поругаться. Но это, к сожалению, только здесь... Ну, к счастью, только здесь происходит. Поэтому... Вот. Мы как-то обходим. Так. Углы. Для меня люди, которые не любят собак, это страшные люди. Стараюсь такими и общаться даже с этими ростыньками. Я тоже. Если человек говорит, я терпеть не могу собак, для меня он автоматически досведули. Ксюша, желаю вам счастья женское. Самое главное, чтобы Саша вас жалел. Жалел, как мужчина, женщину. Когда я узнала об англоу, то жизнь перевернулась. И всю свою любовь, и муж ее доказал вниманием. Боже мой! Я надеюсь, вы боретесь или справились с этим страшным недугом. Я пока на Дом-2. Мы пока здесь. Мы пока здесь. Видите, я очень часто говорю пока, потому что я считаю, что везде все временно. Так, Ксюш, можешь поднять телефон, текст просто на улице? На какой улице? Ксюш, можешь поднять телефон? Как подняете? Вы имеете в виду сам аппарат или как, или что? Вот так сделать? Или как, или вот так? Вам видно вообще что-нибудь? Я просто не понимаю, я как-то тут по-другому. Здравствуйте. Здесь сейчас Лазариско мы отдыхаем. Круто. Да, особо гружим. Вон, мальчик пришел. Не знаю, я знаю, что сейчас объединили. Я не знаю, как платный эфир или нет, потому что я не смотрю в априори. Даже то, что где я нахожусь. Не смотрю эфиры. Вот, смотрите, как надо собаку любить. Он зачмокал уже все. Спасибо на всю ремиссию, это счастье. До свидания. Я вас обожаю, девочка, милостью. С теплом. Тетя Лиля, тетя Лиля, я вам желаю, чтобы у вас никогда не проснулась эта страшная болезнь. Правда. Вы сильные, вы со всем справитесь. И самое главное, чтобы вас любил и поддерживал рядом муж, близкие люди. Да, все хорошо, все отлично видно. Два умных, хороших человеков всегда найдут общество. Это точно. Можно поспорить. Ну, только без грязи. Ляль, тихо. Я считаю, только без грязи. Тогда получится выстроить правильные отношения. Нам в шесть уже быть в кинотеатре Октябрь. Да. А мы сначала съездим в Троицк, может? Давай. Поехали. Так, ребят, я с вами еще десять минут побуду. Он добрый, да. Рапунцик беременна? Нет, не беременна. Все, выезжаем. Все, выезжаем, бежаем. Все, ребята, будем собираться. Всем хорошего дня. Увидимся чуть-чуть пути. Может быть, даже в машине вам проведу прямой эфир. Надо бежать.